Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале на очередном мукбанке. Я еле уместила это все в кадре. У меня сначала клубника была в большой такой посуде, но потом меня мама уговорила, что так все равно все не умещается. И вот как-то мы все уместили. Здесь у нас пицца маминого производства. Ссылочка будет внизу на рецепт. Идеальное тесто получится у всех. Здесь салатик и свежая клубничка. Чай здесь где-то на заднем плане. Горячий. И давайте приступим. С чего бы начать? А начнем мы с пиццы. Я только что кушала. Люля-кебаб. Шашлычок. Я поняла, что давненько у нас с вами не было мукбанка с шашлычком. Скоро мы поедем в деревню. И вот там обязательно сделаем вкусный шашлык. Прям такой сочный. И сниму для вас мукбанк. Вообще май у меня ассоциируется с пикниками. С какими-то прогулками. Тесто идеальное. Просто супер. Чем покупная пицца. Если уметь такое тесто делать, то... Супер. Причем и начинки много. С этой помадой неудобно снимать мукбанк. Потому что она стирается. Остается только контур. Но сегодня я пыталась сделать офигенные фотки для инстаграма. Так как я купила себе новый тулум. Я решила дома устроить себе фотосессию. И пофоткать меня мама. Договорились. Все. Пофоткала. Посмотрела я на эти фотографии. И поняла, что ужас. Не нравится. Там более-менее фотки с твиксом. А все остальное очень плохо получилось. Поэтому я говорю, подруга, которая умеет тебя хорошо фотографировать на вес с золотом. Я маме просто даю телефон. Говорю, просто нажмешь на кнопку. И все равно плохо получается. Также я хотела себе устроить фотосессию в хиджабе. Мне было бы очень интересно посмотреть, как я выгляжу со стороны. Спросив у вас в инстаграме, все написали. Но не все. Где-то половина написали, что хиджаб это не аксессуар. Если ты его надеваешь. Ты должна понимать эту ответственность. В общем, много чего написали. Я подумала, что, господи, не надо. Потом хейт польется. Я замечаю, что некоторые люди осознанно идут на этот шаг. Например, знают, что от этого будет куча хейта. Ради пиара они готовы. Что-то такое чудить, так скажем. Я не готова. Живу себе спокойно. Зачем оно мне надо? Это как у нас был мальчик в классе. Его потом отчислили. Не то, что отчислили. Сказали, доучивайся год. И все. Какая-то наша учительница в то время в моде были одноклассники. Она сидела в одноклассниках и писала какие-то статусы, так скажем. Про жизнь. Про любовь. Даже не то, что статусы. Раньше это называлось демотиватор. Какая-то фотография и там какая-то какая-то надпись, связанная с жизнью. Например, ты меня уже потерял. Ну, к примеру, да. Этот мальчик постоянно подходил к этой учительнице или во время урока типа нечаянно говорил, ты меня уже потерял. Дразнил всячески учительницу. И причем не только эту. Это со стороны выглядело очень смешно и мы как дураки все угорали над ним. То есть он пошутил, мы это подхватывали, начинали угорать. А сейчас я просто ставлю себя на место этой учительницы, насколько ей неприятно. И то, что весь класс поддерживает, это, конечно, неприятнее вдвойне. Алло. Алло. На соло. Да. Я просто мукбанк снимаю. Хорошо, товарищ. Иногда, когда я вспоминаю такие моменты из жизни, мне искренне становится стыдно за свое поведение. Было какое-то стадное чувство. элементарно весь класс обижало, например, кого-то одного. Я лично боялась уступиться. Не потому, что они меня убьют. Мне было страшно идти против толпы. Я всегда говорила, как всем, так и я. Мне не нравится, как эта помада смотрится. Я ее лучше сотру. Мне некомфортно с ней. Продолжим, мои хорошие. Красная помада была не лучшая идея в моей жизни. В общем, на чем мы остановились. Суть в том, что тогда мы были дураками. Причем все. Был, например, в классе один авторитет, и мы как бы как стадо шли за ним. Сейчас я считаю абсолютно иначе. Каждый человек должен уметь отстаивать свою позицию. У нас учительница по-английскому подвергалась постоянно буллингу или как вам правильно сказать. То есть она была слишком мягкая. Я считаю, что вообще учительница должна быть жесткая. То есть если она покажет слабину, то все. Я помню, на 23 февраля мы мальчикам подарили дезики. Не парфюм, а дезодорант такой. Скинулись там девочки. И что они сделали? Десять парней и пришли к учительнице английского языка. Она была молодая, ей было лет 25. Только закончила. Была замужем. Закрыли дверь, окружили ее десять парней и начали и начали вот этими дезодорантами ее пшикать. Прикиньте. Каждый раз, когда она жаловалась директору, директор, наверное, тоже естественно ей говорил, что ты не можешь себя поставить, тебе надо быть жестче. Она уже стеснялась каждый раз жаловаться. Вспоминаю все эти моменты. В какой-то степени даже стыдно. Поэтому, если вы меня смотрите, вы учитесь в школе, не будьте толпой, не унижайте старших или своих ровесников, например. Бред это все. Так у нас в соседней школе прям подряд рассказываю истории школы. Так у нас девочки, девочки из соседней школы избили свою одноклассницу из того, что она типа начала общаться с бывшим этой девушке. Очень сильно избили. девочка пришла домой, естественно, мама это заметила, мама это заметила, вызвала скорую. больше всего страшно жить, когда в обществе очень много безразличных людей. Буквально недавно мы с вами говорили про случай, как в Казани парень расстрелял в школе детей. Смотрю в ТикТоке собралась просто куча людей, которые пишут, какой он краш, какой он красавец, почему он такое сделал, он такой же милый, какой милый, о чем вы говорите. у людей и у детей в частности не те герои, понимаете. Я здесь с одной стороны соглашусь с Жириновским, что такие случаи надо меньше рассказывать в СМИ. люди оправдывают этого человека, прикиньте. Я просто в шоке. Я помню мы тоже когда были не знаю в 7-8 классе у нас был какой-то хулиган, который что ни делал мы его оправдывали. Это была наша тупость. Как вкусно. Давайте немножко поотвечаю на вопросы. Кристина задает вопрос. Сегодня будут вопросы касательно школы. Я хочу выйти из 9-го класса и поступить в колледж, затем пойти в универ. Как ты думаешь, лучше закончить 11 классов и поступить в универ или пойти в колледж затем в универ? Мне кажется, лучше сначала в колледж, затем в универ. потому что ты экономишь год. Но у нас в Азербайджане нет такой возможности. Насколько я знаю, я могу ошибаться. По крайней мере, когда я поступала, нельзя было закончить универ и сразу на второй, на третий курс. Хотя, мне кажется, это логично. Я бы выбрала вариант с колледжа. У меня двоюродная сестра так закончила, она очень быстро отучилась. Хотя мы с ней сидели за партой вместе. То есть, получается, я еще в универе училась, она уже работала. Закончила колледж, нашла работу и поступила в универ на заочку. На мой взгляд, это и удобно, и экономит ваше время. насколько я знаю, в колледж поступить легко. Но, не знаю, как везде, но у нас в Азербайджане очень сложно найти работу, если у тебя нету высшего образования. Например, у тебя средне-специальная. Например, колледж. Вот это вот первонет, в которой я постоянно в гости хожу. У нее, значит, двоюродные сестры, по-моему, обе закончили колледж. Я помню, они когда поступали, по-моему, со мной в один год поступали. Или чуть позже, или чуть раньше. Ну, в общем, плюс-минус. Они поступили в колледж, а сейчас ни одна не работает, не смогла найти работу. Я работала в строительной компании в первой. У нас была девушка, координатор. Она закончила как раз-таки колледж. И у нее была коллега. Делала все то же самое, что делает она. но она получала зарплату на рубли где-то на 6 тысяч меньше. Я однажды даже спросила у Эйчара. Говорю, а какая разница? Они выполняют одну и ту же работу. Имеют одинаковый опыт. Почему ей больше, а этой меньше? И она такая, ну, она закончила типа колледж. Я говорю, и что? Можно подумать, это как-то роль играет. Если она закончила колледж, тебя это не устраивает, не бери ее на работу. А что значит двум коллегам, которые выполняют абсолютно идентичную работу, ты платишь разную зарплату? Ну, это просто в голове не укладывается. Эйчар мне так сказала, намекнула. Она говорит, просто дело в том, что вот девушка, которая закончила универ, она может уйти и в другом месте найти себе работу. А этой будет сложно, поэтому она будет продолжать здесь работать. я так послушала. Вообще, в первой компании, в которой я работала, мне хорошо, конечно, хаять. Ну вот, и девушка, которая в Эйчаре работает, нету, у которой я спрашивала, а до нее работала. она тоже очень хотела, чтобы ей прибавили к зарплате, ждала-ждала, не прибавили, и она решила уйти. После того, как она ушла, уже одна девушка не справлялась со всем, что делала та. и они, получается, взяли на ее место двух работниц и платили, следовательно, в два раза больше. А что стоило просто увеличить зарплату предыдущие? То есть, компания всячески пыталась экономить. Вот насколько возможно сэкономить на персонале, на сотрудниках. не было такого, что у тебя будет карьерный рост здесь. Я когда только устроилась туда, первое, что меня насторожило, не было ни одной сотрудницы, которая работает больше трех лет в этой компании. Хотя компания существует 25 лет. Немного меня насторожило. Я так на минутку поняла, что я здесь тоже ненадолго. Поэтому я сразу сказала, знаете, я с опытом работы и я на эту зарплату работать не буду. У меня вот такая вот зарплата была. Следовательно, я хочу зарплату не меньше этой суммы. И они мне сказали, мы даже не знаем, сможем ли мы вас взять на эту должность с этой зарплатой. Я сказала, знаете что? Знаете, не знаете, это ваше дело. Не вы, так я найду другое место для работы. Я знаю русский, азербайджанский, неплохо знаю английский. Но так, типа. Вот. Русский язык это тоже считается как иностранный, вообще-то. вы знаете, они сразу мне увеличили. Через день они меня позвали и сказали, что да, мы согласны, давайте начнем с этой зарплаты. А девушка, которая пришла со мной, ей три месяца платили просто гроши. Прикиньте, три месяца она почти бесплатно работала, потому что изначально не поставила точки над «и», поэтому я вам тоже рекомендую. Не стесняйтесь спрашивать про заработную плату. Я наела, съела всю пиццу, это было обалденно, это было нереально вкусно, еще обалденный салат, клубничка. Видео получилось очень длинным. Всех люблю, целую, всем пока!